Признаюсь честно, ну да, я поставил все бабки на соблазненного эмбриона в лошадиных скачках, а эта скотина пришла последней. Естественно, неконтролируемую агрессию пришлось куда-то девать, и поэтому мне приходится записывать это в видео. Конечно, имейте в виду, если вы пропустили две предыдущие части, то выход там. Компания у вас будет приятная, это точно. А тем, кто в теме, добро пожаловать в самый трагический момент игры. Ведь после мусорской облавы и предательства корешей, сладкий брат сидит в тюрьме, а Сидоджи с мешком на голове продажные мусора привозят в место, которое они сами именуют «середина траханья нигде». Успокаивают тем, что сладенький хотя бы жив, и сразу же требуют выполнить поручение. Найти и грохнуть важного свидетеля, которого прячут под охраной в горах. Еще и хотят, чтобы я сфоткал труп. Нам дают камеру, а это весьма интересный инструмент. С ее помощью можно увидеть настоящую красоту здешнего мира. Прочувствовать, как живут его обитатели. А наша цель, однако, находится весьма отдаленно от всей цивилизации, и пока нет вариантов, надо плясать под мусорскую дудку. Хорошо, что местные жители – люди весьма богатые и располагают люксовыми автомобилями, которые позволяют преодолеть горные вершины и дойти до места, где прячется свидетель. Мы видим, что здесь его жестко охраняют, но почему-то никто не замечает, как я забегаю внутрь и убиваю вип-персон. Думаю, вот эта поза будет идеальной для фотографии. Попрошу вас, кстати, заметить, как я мастерски сбежал отсюда, имея буквально 0 хитпоинтов в конце миссии. Думаю, это заслуживает АССИ! Тут поступает звонок от нашего единственного кореша на свободе. Сидоджи с Цезарем понимают, что пока что возвращаться в Лос-Антус является самоубийством, поэтому Цезарь предлагает первое время покрутиться с его многообещающей родственницей, воротящей криминальные дела в сельской местности. Ради неё я трачу час своей жизни, чтобы доехать из одного колхоза в другой. И здесь, в местном баре, мы впервые видим её. Тёлка, которая всех оскорбляет и угрожает ножом. Это сеструха Цезаря по имени Каталина. Сиджей начинает знакомство, и, судя по реакции безотносительно жопа, он ей понравился. Чикса начинает перечислять четыре возможных варианта грабануть сельские заведения, и мы начинаем с самого ближнего. Она угрожает стрельбой из дробовика владельцам магазина на заправке, но стекло оказывается пуленепробиваемым, поэтому меняет планы, и мы воруем у этой заправки фуру с бензином. Через престарелую местность доезжаем до воровской точки сбыта. По приколу происходит взрыв, и Катерина продаёт жмыху ворованную машину, оставив меня одного в этой заднице. Я уже от отчаяния думал пойти работать дальнобойщиком, но тут с нами впервые связывается персонаж из загрузочного экрана с кликухой «Правда». Он узнал про Сидоджи от продажного чёрного мусора, и теперь приглашает на дело в сосну ангела. Я захожу внутрь, и... Опа! А кто это у нас бульбазавра-долбик? Блин, как будто в печерское отделение полиции зашёл. Обкуриный Толик поясняет... А, хотя такие люди в принципе не способны пояснять. На сцену выходит дед, и после предложения закинуться всеми существующими веществами, он объясняет проблему. Фермеры из соседнего поля мешают ему работать, и нужно у них забрать комбайн в целях выращивания травы. Но это святое дело. По прибытию к нужному полю игра показывает нам, где находится комбайн. И вот, прорвавшись через селюков, мы убиваем водителя и нагло присваиваем данное устройство. Хотя оно изначально предназначено для сбора урожая, ничто не мешает собирать урожай из человеческих тел. В принципе, нормальная тема. Выехав из фермы, комбайн заезжает в ангар к деду. Он говорит, что скоро мы опять встретимся, чтобы наварить конопли. Но тут вновь поступает дрожащий звонок от Цезаря, в котором он сообщает плохие новости. Его банда тоже была разорена, и он потерял контроль над своими районами. Поэтому Карл договаривается встретиться вместе с ним и с сестрой в сосне ангела. Времена, конечно, наступают непростые, и в сосне Цезарь напоминает о предательстве Смоука и Райдера. СиДжей до сих пор в это поверить не может, однако аргументы кореша о том, что они по факту продали свою банду и начали перевозить наркоту, не оставляют сомнений. На улице СиДжею звонком напоминает о себе Катюха с вполне логичным вопросом. За этим следует то, что нам нужно закончить с ней дела, поэтому мы отправляемся в её секретное логово, при этом получив определённые травмы. И здесь с Карлом обращаются как родители со мной, когда я в школе плохие оценки получал. Блин, до сих пор неприятно вспоминать, как ствол к башке приставляли из-за незделанной домашки. Но, тем не менее, СиДжей успокаивает её своим красноречием, чем добивается от неё любовного признания. Поэтому мы вместе отправляемся рейдить деревню. Хотя тут уже селюки до нас успели грабануть магазин, и пришлось их преследовать, чтобы присвоить имущество. Это трудов не составило, потому что я в селе как рыба в воде. За этой миссией следует первый проход Карла в логово, и СиДжея, судя по звуку, жёстко стропонят и бьют плёткой. Кстати, ничего зазорного в этом не вижу. Мужчины, которые боятся пенетрейшена, просто закомплексованные чмошники, которые никогда в жизни не знали настоящего удовольствия. Следующей целью стали ставки на спорт, на которых я и сам прогорел. Поэтому подрывать сейф и забирать у них мошеннические деньги было одним удовольствием. И в наш последний совместный заход, Катюха снова меняет своё отношение на резко негативное. Но всё же идёт с нами на ограбление деревенского банка. Мы делаем всё гуманно, без жертв, но легавые, как обычно, портят малину, и приходится быстренько разбить банкоматы и проследовать на выход. Ликвидируя мусорскую засаду, после небольшого преследования, мы добираемся в логово и заканчиваем сельские похождения. В это же время нам начинают сливать инфу про передачу наркотиков. Это периодическая миссия, смысл которой в том, чтобы помешать предателям поставлять наркотики, перехватывая их курьеров. Вот так вот по коробкам они свою гадость фасуют, и мы просто не можем дать такому происходить. А дальше по сюжету Цезарь звонит с предложением поучаствовать в нелегальных гонках с местными дурачками, потому что сейчас как раз намечается такое событие. На этом задании мы впервые видим очень интересного персонажа, Азиата в темных очках с летсплеерским погонялом Вузи. Он безответно пытается исполнить рукопожатие и желает удачи. Хотя мне пихуя абсолютно о гонке, чуть ли не самые легкие миссии в этой игре. Как только я побеждаю, Азиат сыпется комплиментами и предлагает пересечься, если я когда-то буду в Сан-Фьерро. В следующей тоже гоночной миссии мы обнаруживаем, что Катерина нашла себе нового хахаля и пошла быковать на Сидоджи, провоцируя бороться за ее сердце. Да, если до вас еще не дошло, то это именно она через 10 лет будет являться антагонистом третьей части ГТА, а ее кавалер это молодой Клод. Несмотря на отказ Сиджея, она требует гонку за ее любовь. По точно такому же маршруту, только обратно. И опять к победе я не приложил особых усилий. В результате Каталина расплачивается с нашим героем весьма интересным способом. Дает ему гараж в Сан-Фьерро и говорит, что собирается со своим Чувырлом уезжать в Либерти Сити. А как они там закончат, мы уже конечно знаем. Теперь как раз наступает тот момент, когда звонит дед и сообщает о том, что урожай конопли готов. На ферме действительно становится понятно, что этот наркоман напаковал 3 тонны бошек в свою машину. И тут же прилетает вертолет от службы по борьбе с наркотиками, что вынуждает наших героев взять в руки огнетушители и сделать самую жестокую вещь за всю игру. Сжечь растущие плантации зелени. Я лучше зацензурю и ускорю, потому что это даже хуже, чем убийство ребенка показывать. После такого преступления против морали, СиДжей и дед отправляются в выигранный гараж и впервые попадают в город Сан-Фьерро. Ближе к делу, теперь СиДоджи и его друзья оказываются в полуразваленном гараже. И ребята высказывают свою готовность помочь превратить эту дырень в прибыльное заведение. Первым делом Гровер помогает найти персонал. Автомеханика, который сразу же бросает работу на заправке. Кстати, я когда уезжал, там все взорвалось. Ну, наверное, так и должно быть. Дальше продавец сосисок, который говорит, что он скоро сам подскочит. И, наконец, любитель радиоуправляемой техники Задрот по кличке Зеро. Но он настолько придурковатый, что я пока даже не собираюсь проходить его миссии. То есть теперь гараж СиДжея будет подымать с колен целая команда. Сеструха собирается заниматься бизнес-вопросами. Однако не все так гладко, так как с ним связывается черный мусор, который реквестирует подставить другого мусора из отдела по борьбе с наркотиками. Того самого, который защищал убитого нами свидетеля в горах. Для проворачивания данной операции мы, зная, где этот хрен паркует машину, выслеживаем и ликвидируем одного из лакеев на парковке. Как только цель раздета до трусов, мы занимаем ее место и ожидаем нашего следователя. Спустя пару минут СиДоджи берет его тачку, отвозит в гараж, чтобы подкинуть наркотики и паркует обратно, при этом выползая наружу, чтобы совершить телефонный пранк. Розыгрыш получается довольно забавным. Его арестовывают, в багажнике находят траву и дают по голове. Но вот сейчас, конечно, будет феноменальная миссия. Так случилось, что нашу сестру словесно оскорбили строители, работающие прямо рядом с гаражом. И, чтобы научить их уличному респекту, СиДжей садится в бульдозавра, разрушает их будки, а бригадир, увидев хаос вокруг, естественно, решает закрыться в параше. Но это именно то, что нам и нужно, потому что, дотолкав его толчок до ямы, перед нами открывается прекрасная возможность забетонировать пассажира заживо. Я бы тоже хотел так феерично умереть. И, на самом деле, потасовки со строителями приблизили СиДжея к смерти. Хорошо, что я знаю отличный способ пополнить запас здоровья, ведь неподалеку, прям напротив гаража, находится автомат с энергетиком Имба Энерджи, который мгновенно пополняет здоровье. Это первый растворимый энергетик, который повстречался мне еще в доме мамы СиДжея. Стоит сказать, что этот кайфовый напиток, помимо заряда кофеина и стимуляции энергии без применения сахара, предлагает вам разнообразие вкусов. Нормально так вставляет апельсин корица. А для гурманов недавно завезли мохиту, вишню и яблоко киви. Но еще интереснее взять выгодные наборы, где в комплекте идет удобный фирменный шейкер. Как минимум было бы неплохо поддержать такой интересный геймерский фансервис, а как максимум это реально вкусная жижа, и она стоит всего 47 рублей за наполненный стакан. Так что советую рассмотреть как прекрасную альтернативу этим жестяным банкам. Оформляйте себе бесплатную доставку от 1000 рублей, там есть в больших упаковках, можно сразу на месяц запастись. А с промокодом вам еще и скидочка будет. Я потратил на это время не больше, чем на само видео. И логично, что сейчас должно произойти что-то важное, и важное на самом деле происходит. Цезарь сообщает о замеченном перевозе наркотиков из Лос-Антоса, и предлагает встретиться, чтобы узнать, кто в этом замешан. Поэтому сквозь туман и кромешную тьму мы едем в непонятное место, где встречаем кореша, и теперь по его наводке отправляемся в деревню. Здесь заходим на крышу с целью запечатлить ублюдков на камеру. Итак, главными наркоборонами являются Райдер, усатый батя в тельняшке, пожилой хрыч в пиджаке, а также черный метросексуал. Запечатлив все лица, мы заканчиваем сбор информации. И в следующей миссии видим в нашем гараже ВУЗИ. Он, будучи местным, объясняет, что эти ребята члены криминального синдиката. Вот это их неизвестный куратор. Усач имеет кликуху Ти Кость и является решалой, а посередине сутенер по имени Джизи, который занимается договорняками. И Сидоджи решает вписаться именно к нему в доверие, чтобы потом в перспективе через него опрокинуть всех мудаков. Для этого он прибывает под мост в клуб, принадлежащий черному сутенеру. Сиджей начинает тактично подлизывать яйца и предлагать свои услуги вышибалам, что успешно срабатывает, и Джизи даёт поручение отбить своих сук у других сутенёров города. Что ж, первый пошёл легко. Дальше дела посерьёзнее, и пришлось ехать спасать попавшую в западню проститутку. Меня настолько возмутила жестокость по отношению к достойной женщине, что я аж анимел на пару секунд и просто смотрел. Надеюсь, шалава на меня не обижается, зрелище увлекательное было. И последним реквестом будет спасти ещё одну Шаболду, только теперь мы едем в церковь, потому что её захотел увезти с собой Святой Отец. Но этот эпизод я, кстати, считаю весьма аморальным. Почему игра заставляет меня убивать человека, который несёт добро в этот мир и помогает уверовать в Христа? Но, во всяком случае, этот ужас закончился, и Джизи заплатил 3000 гривен. Тут нужно слегка отвлечься от сутенёра, потому что позвонил Вузи. Его миссия обязательна и интересна, поэтому я даже куплю хату рядом с ним. В ГТА это делается довольно легко, и хаты, по сути, являются просто местами, где можно сохранить игру. Отсюда уже можно прям пешком добежать, и в первой миссии охранник нас предупреждает о том, что Вузи слепой, несмотря на то, что ещё пару дней назад участвовал вместе со мной в нелегальных гонках. Азиат честно признаётся, что он босс горных мальчиков облака, крупнейшей азиатской банды в городе, и поэтому просит ему помочь навести порядок в местных разборках. Мы приезжаем на место волнения, и за этим персонажем довольно интересно наблюдать. Да, может он и забавно уебав с головой об стену, но нельзя смеяться с недуга такого доброго человека. Это морально... Добрались мы до места разборок довольно поздно. Последний выживший узкоглазый говорит, что вьетнамцы застали их врасплох. И они возвращаются, но теперь уже за нами. Но нам удаётся прорваться сквозь засаду, подорвать всех оставшихся врагов, и возвратить слепого на место. В следующий раз он знакомит нас с другим крупным боссом Триад из Либерти Сити, который общается с помощью одного звука. И его переводчик объясняет, что нужно доставить сюда важную передачу из аэропорта. Вы не ругайтесь, что я иногда не объясняю, зачем именно отправляется СиДжей, просто часто в игре об этом нет вообще никакой информации. Поэтому будем предполагать, что он едет за дисками с аниме. Заезжаем в подземный паркинг, и садимся в машину с передачей. Естественно, нас пытаются обломать, но довести её до нужного ангара не составило никаких проблем. Дальше задрочная миссия, из которой мы узнаём, что теперь этот же дед не может вернуться домой, потому что его на выходе выпасают вьетнамские киллеры. Чтобы это решить, СиДжей сам предлагает сыграть роль этого пожилого червяка, и забрать на себя всё внимание, чтобы дать возможность сбежать. Приходится садиться в автомобиль, и в который раз уезжать за 100 километров в сельскую местность, а потом ещё и водить за собой хвост с агрессивными азиатскими киллерами. Спустя 10 минут погони, мы узнаём, что план сработал, и дедушка прилетел к себе домой в сохранности. А я получил 8000 премий. Далее миссия ещё более требовательная, потому что она даже не начинается, в силу слабого умения СиДжея дышать под водой. Чтобы это исправить, мне приходится прыгать в океан, и полчаса нырять, чтобы проапгрейдить лёгкие хотя бы на одну четверть. И только после этого, Вузи просит меня исполнить задание. Тоже по смешной причине, кстати, потому что сам он боится воды. СиДоджи справедливо отмечает, что это какие-то дешёвые отмазы, и азиат просто лентяй, который хочет, чтобы за него сделали всю работу. А именно, нырнули в грязную воду, доплыли до корабля вьетнамцев и подложили там жучок. Также наш СиДжея делится историей о том, как он в детстве плавал в воде, и к его лицу прилип использованный презерватив. Азиат продолжает давить на жалость, мол, он слепой, но, как по мне, некрасиво прикрывать этим свою лень. Однако на СиДжея это работает, и он ныряет в воду. Здесь нас должны учить дайвингу и подводному стелсу, но я знаю способ прохождения получше. Выбраться в удобном месте на скалы, и, чтобы не дрочиться, просто убить всех врагов на одной патрульной лодке, захватить её, и доехать до судна за одну минуту. Забираемся на борт, и отстреливаем персонал. Далее нужно пробраться в каюту, и, как только минует опасность, подложить джучкай, а потом, таким же забавным образом, захватить ещё одну лодку и приплыть к берегу. Теперь последняя, очень эпичная миссия, в которой мы должны окончательно разорить вьетнамских ублюдков. Поэтому СиДжея садят в вертолёт, дают в руки миниган, и начинается расстрел другого здорового корабля. Поначалу всё шло хорошо, но только вот не со всеми врагами удалось справиться, и один из них тупо подорвал нас из базуки. Однако данное событие не означает провал миссии, потому что СиДоджи выживает, и по лестнице залазит на корабль. Тут сперва приходится применить немного стелса и прорваться сквозь противников в грузовой отсек. Здесь они запрятали в одном из контейнеров кое-что ценное, поэтому, разобравшись с охраной, мы сбиваем замок и узнаём, что нет ничего ценнее пожилых азиатских людей. Будучи возмущённым работорговлей, разъярённый СиДжей подымается на капитанский мостик, чтобы встретиться лицом к лицу и покончить с главарём вьетнамской банды. Вы приготовьтесь и смотрите внимательно. Мне кажется, это один из самых эпичных боёв с боссами из всех, что я видел. Ну как вам? Благодаря этой зачистке пожилые азиаты получают свободу, а я 15 тысяч гривен и уважаю. Теперь возвращаемся к сутенёру. По счастливому обстоятельству он как раз сидел и спорил с другим лидером синдиката. К счастью, у них в это время случилась проблема и СиДжей ещё больше втирается в доверие, разобравшись с байкерами и перехватившими груз этих ублюдков. Успешно выполнив поручение, мы получаем ЯЕ Рест Плюс. И в следующей миссии пользуемся возможностью встретиться с главным из них, потому что он попадает в проблему. А именно, его куда-то везут в фургоне бандиты и нужно определить, куда именно, общаясь с ним по телефону, пока не села батарейка. Немного поразъезжав по городу, мы определяем, что его держат в аэропорту. Опять имеем дело с остатками вьетнамской банды и убиваем тех жлобов. Из фургона вылазит Майк Торено, которого мы изначально знаем как одного из лидеров преступного синдиката. По пути в клуб, этот выпердыш вытаскивает у Карла из кармана паспорт и узнает его имя, что в принципе чуть ли не полностью подрывает его прикрытие и намерение. И казалось бы, так оно и случилось, потому что в следующей миссии можно наложить в штаны, ведь при следующей встрече Ти Кость хватает СиДжея за жабры и начинает быковать так, как будто он знает, что СиДжея собирается под них копать. Но это просто игра так пытается пощекотать интригу за яйца, потому что на самом деле никто ни о чем так и не догадался. В этот раз нужно уничтожить все блокады дороги вражеских банд, чтобы обеспечить свободный проезд для машины с наркотиками, которая следует на их местный завод. Здесь опять дают поиграться с базукой и как только мы конкретно разбираемся со всеми этими перекрытыми дорогами, машина с наркотой добирается на точку и миссия кончается. Снова дают о себе знать вонючие мусора. На этот раз под их темные дела копают журналисты, поэтому, чтобы самому не сесть в тюрьму, СиДжею приходится исполнять их грязные прихоти. А конкретно следовать за поездом, на котором едет неугодный журналист аж до Лос-Сантуса, где на выходе он садится в такси и доезжает до причала. Тут можно очень удобно со снайперки спокойно прибить борцов с коррупцией. Уважают, за такие миссии не дают, но зато это неплохая возможность показать вам одну фичу. Смотрите, чтобы не тратить полчаса и не ехать в Сан-Фьерро на машине, можно купить билет на самолет в аэропорту. Прикиньте, вот какая интересная система здесь и она реально сэкономила мне много времени. Начинает подступать расплата, потому что Вузи передал инфу про сутенера, а именно необходимо прикончить черного и забрать его телефон, так как в нем я смогу найти информацию о новой встрече лидеров этого синдиката, чтобы застать их разом врасплох и покончить с мерзкими предателями, которые пошли на поводу у Балласов. Обидно, но Джизи приказал никого не впускать в свой клуб. Благо, есть способ пойти по строительным лесам и проникнуть внутрь клуба с крыши. Снизу Джизи, как обычно, сидит у себя в окружении шлюх и наркотиков, но в этот раз пришло время взять его за черную сраку. Сидоджи не упускает возможность вербально оскорбить ублюдка, но тем не менее упускает возможность выстрелить сразу, позволяя ему убежать из клуба и сесть в тачку. Не понимаю, зачем такой дебилизм делать, но тем не менее я его догоняю и забираю заветный телефон с инфой про место встречи. Из звонка к Цезарю мы узнаем, что судное место это пирс 69 и прибыв туда начинается реальная расправа. Сперва вместе с Цезарем мы наблюдаем за местом издалека. Там все кишит охраной, но за нашей спиной азиатская триада. Поэтому мы снимаем всех врагов с крыши и в это время прибывают наши глисты. Вы посмотрите, Райдер приезжает вместе с Балласами. Видел бы это его мать. Герои быстро замечают, что на встрече почему-то нет третьего, который, видимо, прилетает на вертолете и замечает трупы охранников на крышах. Из-за чего червяки понимают, что их обломали и нам приходится брать их силой. Не то, чтобы это было сложно, я вот дурачку в тельняшке бошку снес и она сразу же выросла. Но ему все равно не помогло. А вот Райдер пытается спасти свою жопу, уплыв на лодке. Конечно, у него ничего не выходит, но так СиДжей теряет своего когда-то очень хорошего друга. Но мало кто знает, что после этого, чтобы не терять хорошее воспоминание об улице Роще, СиДжей с помощью такой технологии, как таксидермия, навсегда оставляет своего друга рядом с собой. Если быть точным, он сделал из него оружие. Вот такую интересную вещь после данной миссии получает на руки СиДжей. И я вам скажу, что это весьма неплохая такая пушка. То есть хоть какую-то пользу наш бывший кореш будет приносить в конце концов. Такое интересное решение разработчиков я однозначно одобряю. А нам пора завершать начатое. Вузи опять любезно сливает инфу о местонахождении последнего лидера банды, и мы видим, как он улетает на вертолете прямо с полицейского участка. Из-за этого приходится за ним очень долго гнаться, но с парочкой прицельных выстрелов с базуки он отправляется на небеса. Дальше в миссии под названием УАУКОВОМВОМ СиДжей грустит о том, что ему пришлось таксидермировать райдера. Но Цезарь смывает сожаление тем фактом, что райдер пытался трахнуть его сестру. Тут к нам вламывается азиат и говорит, что пора поставить последнюю точку и подорвать их завод по изготовлению веществ. Для этого мы берем машину, в которую заранее подложили взрывчатку, и отправляемся в первоклассную лабораторию. Причем здесь надо заехать прямо внутрь завода, чтобы оно реально бомбануло. Так мы заканчиваем с синдикатом и уезжаем с места происшествия. Казалось бы, справедливость почти полностью восстановлена, но тут СиДжею поступает пранк-звонок с неизвестного номера, где замаскированный голос говорит о нашем сладком брате, который все еще чалится в тюрьме, поэтому приходится получить задницу здесь, и теперь на радаре появляется вопрос. Вместе с этим впервые для заезда становится доступной вся карта, потому что этот вопрос уже находится на новой неизведанной ранее территории. С большим любопытством мы прибываем на точку, но сначала вместо ответов хрен пойми кто требует проверить СиДжея на скилл вождения монстром. Видимо, чтобы ознакомиться со здешней природой и красивыми видами. Я вовремя проезжаю через все чекпоинты и возвращаюсь на место. В следующем звонке неизвестный голос говорит, что готов раскрыть все подробности. И тут мы внезапно узнаем, что Майк оказывается живым. Естественно, СиДжей мгновенно срет в штаны, потому что понимает, что сейчас будут происходить его похороны. Но кто этот персонаж на самом деле и чего он хочет? Это мы узнаем потом. А я уже не могу терпеть, 50 часов на онстоп на стуле сижу и не могу сраку поднять. Так что скоро снова встретимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok